МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Саровские байкеры открыли сезон. Из руки в лапу. Активисты школы номер 5 провели акцию помощи приемнику. В борьбе за главный приз в Сарое прошло первенство по волейболу среди девушек. Далее расскажем по всем подробно. Внесение изменений в устав города, положение статуса депутата и порядок рассмотрения обращений граждан. Эти и другие вопросы обсудили депутаты на совместном заседании думских комитетов. Также народные избранники заслушали доклад о деятельности контрольно-счетной палаты в 2020 году. Контрольно-счетная палата по-прежнему выявляет нарушения, связанные с нарушением правил ведения бухгалтерского учета. Общая сумма данного вида нарушения составила 6 млн 971 тысяч. В рамках проведенных контрольных мероприятий, аудит закупок выявил нарушения в закупках для муниципальных нужд на общую сумму 39 млн 562 тысячи рублей. Марина Жукова последние дни дорабатывает на посту председателя контрольно-счетной палаты. С 12 мая ее полномочия будут досрочно прекращены. Она перейдет на работу в администрацию на должность заместителя главы города и будет курировать финансовый блок. Решение о досрочном снятии ее полномочий депутаты единогласно поддержали. Все вопросы, поднятые на комитете, вынесли на заседание Думы 29 апреля. Годовая инфляция в Нижегородской области в марте этого года замедлилась по сравнению с февралем до 6,4%. Замедлился годовой прирост цен в сфере услуг. Такая динамика во многом сложилась благодаря тарифной политике мобильных операторов. Усиление конкуренции приводит к тому, что они вынуждены гибко подходить к ценообразованию и поддерживать ценовую доступность своих услуг. Подробности далее. Помидоры и яблоки в этом году практически не подорожали. По словам начальника экономического управления Волговятского главного управления Банка России Михаила Балакина, уменьшился прирост цен на продовольственном рынке. Это произошло благодаря восстановлению логистики, которая нарушилась в прошлом году из-за коронавирусных ограничений в поставках. В марте 2021 года годовая инфляция в Нижегородской области замедлилась до 0,2% пункта до 6,4%. Снижение годовой инфляции в нашем регионе произошло впервые с июня 2020 года. По результатам анализа экономического управления в прошлом году сахар, крупы и макароны пользовались большим спросом в преддверии самоизоляции. Сейчас потребность в этих продуктах снизилась до привычного уровня. Рост цен уменьшился. Также замедлился и годовой прирост цен на услуги в целом. Во многом это произошло благодаря тарифной политике мобильных операторов, которые в условиях усиления конкуренции на рынке вынуждены более гибко подходить к вопросам ценообразования и пытаться удерживать клиентов. Годовые темпы роста цен в марте снизились на авиаперелеты внутри страны. Выросла стоимость легковых автомобилей и топлива. Для сдерживания повышения цен правительство России приняло меры, основной эффект от которых ожидают в мае. Подробную информацию об инфляции в Нижегородской области и Приволжском федеральном округе можно найти в аналитических комментариях на сайте Банка России. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Результаты теста в обоих случаях следует загрузить на сайт Госуслуг через специальную форму. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В этом году в стране откроется свыше 37 тысяч летних оздоровительных учреждений, в которых смогут разместиться более 4 миллионов детей. По новым санитарным правилам Роспотребнадзора заполняемость летних лагерей составит 75%, в то время как в прошлом году они были заселены только наполовину. Ведомство проведет внеплановые проверки всех организаций, отвечающих за детский отдых. Особое внимание уделят организации отдыха в палаточных лагерях. В частности, будут проверять соответствие противопожарным требованиям. По поручению президента правительство субсидирует половину стоимости путевки в детские лагеря. Программа начнет действовать со второй половины мая. Родители, купившие путевку через платежную систему МИР, смогут получить обратно 50% от ее стоимости. По предварительным расчетам компенсации воспользуются родители 357 тысяч детей. Открыта регистрация на всероссийский конкурс «Большая перемена-2021» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Критерии оценки на большой перемене не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире. Умение работать в команде, коммуникативные качества, способности находить нестандартные решения в сложных ситуациях. В новом сезоне конкурса наряду со старшеклассниками смогут принять участие ученики пятых-седьмых классов. Для них будет подготовлен специальный трек, а финал конкурса пройдет в июле 2021 года в Артеке. Победителями в этой возрастной категории станут 300 школьников. Они получат суперприз «Путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно. Специальным треком проекта «Большая перемена» станет программа для родителей участников конкурса. Начальника отдела муниципального предприятия в Сарое подозревают в воспрепятствии законной предпринимательской деятельности. Следователь по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело в отношении сотрудника МУДЭП. По версии следствия, подозреваемый в марте этого года при проведении электронного аукциона, участвуя от имени МУДЭП, умышленно создал условия, при которых контракт на сумму свыше 700 тысяч рублей выиграла подрядная организация. Фактически ее возглавляет знакомый мужчина. В результате противоправных действий ДЭП недополучил выгоду в размере более 700 тысяч рублей. Расследование продолжается. Ремонт детского сада номер 8 идет с отставанием. Глава города Алексей Сафонов проверил, как продвигаются работы на объекте и написал об итогах визита в Инстаграм. Как отметил мэр, темпы, с которыми здесь проводится ремонт, совершенно неприемлемы. Материал для работы на площадке отсутствует, ремонт идет медленно. Но подрядчик дал слово, что к 1 июня техническая готовность здания и сада будет обеспечена. Штраф за сорванные сроки компании все равно выпишем. Если за неделю ситуация на объекте не изменится, будем принимать радикальные меры. Сделаем все возможное, чтобы к новому учебному году детский сад был приведен в порядок и в сентябре смог принять своих воспитанников, написал Алексей Сафонов. Напомним, трещины в стенах заметили еще в 2019 году. Специалисты провели экспертизу и установили, что причиной стали нарушения при строительстве здания. В 2020 году сад закрыли на ремонт. В нашем городе стартовал очередной мотосезон. Саровские байкеры собрались на автодроме возле Усиса и стройной колонной проехали по улицам города. Всего в стартовом пробеге приняли участие более 50 мотоциклистов. О том, как открывали летний сезон и о планах участников мотоклуба на ближайшие месяцы расскажем в следующем репортаже. Рог, скорость и свобода. Порядком надоевшие сугробы уже растаяли. Природа постепенно пробуждается от зимнего сна. И самое главное – асфальт уже почти сухой. А значит, настала пара железным коням выехать на улицы города. Новый мотосезон саровские байкеры открыли традиционно, проехав стройной колонной по городу. В связи с немного нелетной погодой на стоянке собралось чуть меньше участников, чем в прошлые годы. Здесь совершенно разные модели. Начиная даже, человек приехал, я смотрю, на скутере, ну и кончая тяжелыми круизерами. То есть вся линейка представлена. То есть у нас многие, ну, любители разные. И поэтому у каждого свое предпочтение в плане мотоцикла. У меня у самого их тоже несколько штук. Вот на сегодня я на своем большом круизере. Александр Корнов считает, что впервые сел на мотоцикл в достаточно позднем возрасте – 19 лет. Многие участники клуба постигали о зауправлении еще в 14. Своего железного коня Александр каждый год дорабатывает и совершенствует. А потому Андрей Николаевич в шутку называет его рукодельником. Гонять на огромной скорости байкер не любит его. В путешествиях на мотоцикле привлекает совсем другое. Стало интересно что-то вокруг еще срезерцать. Это раз. А во-вторых, у меня сама работа мотора, вот это вот ощущение, какого-то, я не знаю, единения, что ли, с механизмом с этим. Оно мне больше нравится, чем сам факт перемещения из точки А в точку Б. В этом году колонна стартовала с новой площадки автошколы «Ника», которую мотоклубы предоставила компания «Саров Инвест». Вечером на базе клуба прошел рок-концерт. В школе номер пять провели благотворительную акцию для помощи животным городского приемника. В течение нескольких недель активисты собирали корма, лекарства и бытовую химию. Затем все пожертвования они отвезли в приемник и познакомились с его обитателями. Около 80 собак и кошек находятся сейчас в приемнике или на передежках волонтеров. К маю сотрудники ожидают поступления котят с улицы и огородов, как традиционно происходит в конце весны. Денег на все не хватает. Средства уделяют только на зарплату сотрудникам и оплату коммунальных платежей. Есть и программа ОСВВ, но по ней животные содержатся только 20 дней. Затем собак и кошек могут взять на попечение волонтеры, чтобы попытаться пристроить тех животных, кто не выживет на улице. Добровольцам нужна любая помощь. Посильный вклад в доброе дело сделала и пятая школа. Месяц назад стартовала акция «Из рук в лапу». Это акция, которая направлена на то, чтобы собрать карман, попоны для кошек, всякие товары для того, чтобы помочь животным в приюте «Зато верный друг». Мы эту акцию проводим впервые и у нас достаточно хорошие результаты в этом плане. Школьники не просто отвезли собранные карма и вещи. Сотрудники приемника провели для девушек экскурсию. Самым приятным моментом встречи стало общение с четвероногими. От собаки лайки, охранницы приемника, школьницы долго не могли отойти. Зверюшки очень классные. Сейчас тут больше собак, чем кошек. Мы всех погладили, всех потискали. Остались только положительные эмоции. Девушки надеются, что подобные акции в пятой школе станут доброй традицией. Напомним, любой желающий может передать помощь непосредственно в приемник на Озерново 24А в часы работы или через волонтеров. Вся информация есть в группе «Приемник для животных, зато верный друг город Саров». Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Подведены итоги седьмого областного конкурса юных исполнителей на народных инструментах. Музыкальные узоры в ВЫКСе. Детскую школу искусств Сарова представляли Степан Ершков, Матвей Резяпов и Захар Наливкин. Об итогах конкурсных прослушиваний расскажем в следующем репортаже. К дистанционному конкурсу музыкальные узоры в ВЫКСе Степан Ершков готовился около двух месяцев. Разучивал композиции, записывал их на видео, а после отправлял членам жюри. По итогам конкурса Степана признали лучшим в его возрастной категории. Я играла Мишка с куклой «Пляшут полечку», «Транскрипция Крупина» и «Коалу Ронда». Я рад первому месту, потому что я коллекционирую дипломы. Дипломы Степан коллекционирует вместе с бабушкой. Именно она пять лет назад привела его в ДШИ. И сегодня почти все свои победы мальчик посвящает ей. Но не забывает Степан и о себе. Для него на конкурсе главное получить опыт и новые знания. Я участвую в конкурсах, чтобы получать какой-то опыт и научиться чему-нибудь. И показать себя жюри и остальным. Всего в конкурсе приняло участие около 80 человек со всей области Саров. Представили три воспитанника детской школы искусств. И почти все они привезли призовые места. Оценивала участников компетентные жюри из Нижегородской консерватории и Арзамасского музыкального колледжа. Конкурс проходил по видеозаписям. Оговаривается, чтобы ребенок сидел на сцене в концертной форме. То есть, как обычно, конкурсы вживую проходят. Чтобы были видны руки, ноги, лицо полностью. Чтобы комиссия могла рассмотреть со всех сторон участника. Каждый член жюри просматривает всех участников. Потом они собираются и консилиум устраивают. Воспитанники детской школы искусств готовятся ко всероссийскому конкурсу «Зеленоградская весна», который пройдет в мае в Москве. Первенство города по волейболу среди девушек завершилось в Сарове. За неделю в спортивном зале седьмой школы встретились 10 команд, чтобы выяснить, кому в этом году достанется главный трофей соревнований. На полуфинальном и финальном матчах побывала наша съемочная группа. Одиннадцатиклассница Алина Савушкина тренируется четвертый год. Часто выступает на школьных, городских и областных соревнованиях. Пост капитана команды лицея номер три девушка занимает не случайно. Стремление к победе и любовь к волейболу Алина переняла у бабушки. Когда я ходила с ней на какие-то игры, на какие-то просто товарищеские соревнования, я всегда смотрела и понимала, что хочу так же играть. И для меня спорт – это возможность отдохнуть от учебы, потому что в лицее очень большая нагрузка по учебе. И когда я прихожу на тренировку, я забываю вообще обо всех проблемах. Для меня вот есть площадка, есть моя команда и все. В первенстве общеобразовательных учреждений Сарова по волейболу среди девушек в этом году участвовали 10 команд. Из-за недостатка финансирования проходили игры на вылет в усеченном составе. Играли по олимпийской системе. Проиграл – вылетел, проиграл – вылетел. И играли еще так, что у нас вышло, кто проиграл, между собой разыгрывали места с десятого по первое. Вот в финал, как в том году, вышли одни и те же команды сильные. Третья лица и седьмая школа. Сборная седьмой школы не раз становилась чемпионом соревнований, но в этом году боевой настрой противниц сумел сдвинуть лидеров с пьедестала. Победу в первенстве одержала команда лицея номер три. Команда очень большой вклад сделала для нашей победы, потому что мы почти не сыгрывались. У нас много игроков, которые играют на городе в разных командах. И для нас это не просто победа, это победище. Игра за третье место выдалась не менее напряженной, чем финал. За бронзу боролись команды школ номер 10 и номер 12. Волейболисты, как и их тренеров, переполняли эмоции. Но спортсменки все же смогли с ними совладать. Со счетом 15-13 в последней партии третье место в городской спартакиаде заняла команда школы номер 12. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин